Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Было, конечно, чудовищным, и это было неизбежным, но, может быть, всегда же есть надежда, что можно было как-то от этого отойти. Но нет, не вышло, к сожалению. И изучение Советского Союза – это, может быть, самая полезная штука, самое важное занятие для ближайшего будущего. И колба времени была моим вариантом журнала «Советский Союз». У меня был подробно продуман концепт этого журнала. У меня в портфеле лежали порядка 70 статей, которые мне разные авторы написали в диапазоне тем, там, от рецепта докторской колбасы до истории песни «Смуглянка». Там были удивительные вещи. Но я боюсь, что этот мотив Атлантиды, смассив Советской Атлантиды до сих пор остается непонятым, неразобранным. И мы живем с огромным неразобранным и непонятым прошлым. И, конечно, колба времени. Кому-то это было приятно, как ностальгия, кому-то как неприятно, как воспоминания тоже о репрессивных временах, и о школьном насилии, и о лжи на всех уровнях. Но это был мой вариант просветительской программы. И обратите вот вы внимание, огромное количество моих слушателей, тогдашних, и зрителей, Таня Розуман из Винницы, Галя Патичка из Киева, очень многие с Урала, многие из Донецка, многие из Одессы, Людмила из Одессы. Огромное количество этих слушателей, они продолжают мне писать, друг с другом переписываться. Понимаете, распад Советского Союза, к счастью, не разорвал человеческий свет, я вам больше скажу. И вот мне кажется, что тайное общество колбы времени была хорошей организацией. Субтитры создавал DimaTorzok